Зовут меня Виктория Вебер, в исламе Фатима, я приняла ислам 20 лет назад, и с тех пор в мусульманской среде меня называют Фатима, но в миру и по паспорту Виктория. Мне 40 лет, живу в Петрозаводске, воспитываю пятерых детей. Два года назад получилась такая серьезная ситуация в нашей семье, а я являлась супругой муфтия Карелии, Висам Али Бартвилла, председателем духовного управления мусульман региона. Когда бывший супруг оставил нас, ушел из семьи, и с пожеланиями добра, милости, терпения в первую очередь оставил наш дом и ушел. Все было бы ничего, если так можно выразиться и сказать, если понять положение женщины в 40 лет, оставшейся с пятью несовершеннолетними детьми, а младшему тогда сыну было 3 года, сейчас ему уже 5, второй девочке 7 лет, мальчику 10, дочке 14, и самой старшей дочери 17 лет. Все было бы ничего, если бы все-таки какие-то выполнения обещаний бывшего супруга, нынешнего и здравствующего муфтия о том, что он будет нам помогать. Но не тут-то было, первые 2-3 месяца еще как-то он нас поддерживал, но потом все, ссылаясь на занятости, на новую жизнь и большие расходы, он решил все-таки урезать свою материальную помощь. С большими такими хорошими словами, с пожеланиями терпения, я же мусульманка, я женщина, я должна понимать его положение и обладать большим терпением и принимать его такую материальную помощь, которая выражалась тогда в 2-3 тысячи рублей в месяц. Все бы опять было бы ничего, если бы у меня была бы работа. 10 лет я нашей совместной супружеской жизни отдала на становление этого человека. Тогда еще, будучи студентом медицинского факультета, он, кстати, так его и не закончил, он бросил учебу, араб по происхождению, лицо без гражданства по паспорту, а у этих людей нету и паспорта даже, просто книжечка синенькая, фактически без особых прав, униженный, оскорбленный, находился он в нашем общежитии, помню я, в таком задрипеньком с ползающими тараканами, я до сих пор помню, как он вылавливал эти тараканы туалетной бумажкой со стены и выкидывал их подальше. Вот в таком положении я нашла будущего муфтия, где уже больше 10 лет назад. И когда связалась, мы решили пожениться, довольно хорошее, можно сказать, отношение, ну что тут, как обычно все происходит между людьми, когда решили пожениться, создать семью, муфтия, мы зарегистрировали брак официально, естественно, быстро и получил гражданство, а тогда давали, не надо было ждать года, тогда было довольно легко получить российское гражданство, в течение полугода он уже имел российский паспорт. Тогда я училась еще на четвертом курсе математического факультета нашего госуниверситета, ходила на учебу, посещала занятия, лекции, но тогда бывшему моему супругу не понравилось то, что я выхожу из дома, не уделяя ему много внимания, и вообще учеба это как бы он раскритиковал, это все не нужно, и тогда он мне просто-напросто физически запретил выходить из дома, выходить на занятия, я пропустила сессию, и так меня и отчислили. С последнего курса я училась на будущего педагога, так и не получила это образование, и он всячески убеждал меня, что надо посвятить жизнь новому, ну созданию религиозной организации. Он понимал, что силы у него, мало сил и возможностей, но видел мой какой-то потенциал, может быть, и вовлек меня в это дело, давай вместе создавать эту организацию религиозную. Он плохо тогда говорил по-русски, его никто не принимал, ну как вы сами понимаете, как люди приезжают в чужую страну, в каком они находятся положении. И, конечно, я как добрая жена всячески стараюсь помочь мужу, и сделала все возможное и невозможное, чтобы создать первую мусульманскую общину у нас в городе Петрозаводске, а затем уже и региональную религиозную организацию Духовного управления мусульман, которую он стал возглавлять. Документы, отчетность, все это, конечно, лежало на моих плечах. Я начинала и бухгалтерию я вела, и одновременно и детей рожала, и готовила. Как помню, и машины у нас тогда не было, и с коляской, и наскаков соскакивает на троллейбус, с двумя детьми, с тремя детьми бежала в Министерство юстиции, чтобы сдать очередной отчет, или в налоговую инспекцию, чтобы не пропустить дату бухгалтерской отчетности. Ну, примерно так все это происходило. Когда писала письма, тогда еще компьютеров не было на пишущей машинке. Ну, все это, конечно, пройдено этот этап. Ну, ни о чем не жалею, может, я тоже опыт какой-то произвела. Просто большая несправедливость меня гложет, и когда я все это вспоминаю, вспоминаю с таким чувством, что мною воспользовались просто-напросто. Ну, дальше, когда уже наш муфтий стал большим человеком, он стал хорошо говорить по-русски, очень складно. Проповеди его льются очень красивой, слаженной песней. Кстати, про проповеди мусульмане, прихожане, очень восхищаются его проповедями. Откуда такие мысли у человека, который даже не получил религиозное образование? Просто начальное, а в арабских странах это нормальным явлением является уроки, как у нас уроки православия сейчас вводятся в школах, или только заговорили об этом. То уроки ислама, основ ислама проводятся в арабской школе постоянно и везде с параллельно основным и текущим предметом. Вот и все его религиозное образование школьное. Но вы знаете, как муфтий готовит эти проповеди? Он просто занимается обычным плагиатом. Перед наступлением пятницы, а известно, что мусульманский день пятница, он успевает довольно успешно заглянуть в компьютер, залезть в интернет, найти сайт, заложенный сайт известных богословов мусульманских, великих ученых, известных людей в мусульманском мире, мирового пространства. Он слушает их лекции, быстренько переводит их на русский язык и бегом-бегом в мечеть выдает этот язык, рассказывает эти проповеди. И это постоянно. И это постоянно. Я как его бывшая сужена, я знаю об этом. И так у нас начинался утреннее пятничное утро ранее. Это обязательно взглядом в интернет, слушивание, прочитывание этих проповедей и перекладка этих проповедей на русском языке перед нашими прихожанами. Ну ладно, это уже разговор другого формата. Затем 10 лет мы прожили с руководителем религиозной организации. Изменился человек за эти 10 лет, засвездился. Звездная болезнь, конечно, застала его в полной мере. Человек стал высокомерен, гордыня заел его. И все это переложилось так, как мы вместе работали. Я продолжала работать в этой организации, но опять же в качестве заместителя старалась вести административную часть и информационную часть. Но пришло такое время, что я осталась в организации единственным человеком, который могла немножко покритиковать руководителя. Это стало просто неприемлемым. Он негодовал. Невзирая, жена ты не жена, ты должна молчать. Кто я такой и кто ты такая? Знай свое место. В полном подчинении будь. Закрой рот. Ты женщина. Вот такие слова выдавались на работе. Я понимаю, что я мусульманка, но это не значит, что я не человек. Кто-то говорит, ну типа сказываются твои русские корни, ты же не этническая мусульманка. Женщина терпеть должна. В конце концов он твой муж. Знай свое место. Молчи и замалчивай. Но когда я вижу, что организация разваливается или предпринимаются шаги для развала этой организации, когда неверно его руководство и вот это полное подчинение, вплоть до слов, ты должна руки мне целовать, я муфти, потому что муфтием и главам мусульман целуют руки. Вот что я видел в других регионах. И такое положение должно быть и здесь, как со стороны прихожан, и так с своей стороны. И все это постоянно, постоянно как комом накатывалось. И я не могла, конечно, терпеть. Это уже пошло в унизительный такой момент. Напоминание о том, что вспомни, что было раньше. Не рассматривая меня, как все люди, кто-то приходящий, недавно пришедший. Он стал даже унижать меня перед моими подчиненными. Все это, конечно, плохо сказывалось не только на наших рабочих отношениях, но еще и в личную жизнь перекатывалось. Приходя домой, опять же, я вспоминала, что это не муж, а директор. И постоянно такая нервозная в этом плане обстановка привела нас в мысль, что все-таки его в первую очередь, что с такой женщиной жить больше невозможно. И ушел. Спокойно дал развод и собрал вещи, ушел. Будучи, кстати, хотела бы отметить, что человек муфтий, человек не бедный. Только вот за 10 лет его деятельности религиозной у него, только личное благосостояние имущественное оценивается в 14 миллионов рублей. Это коттеджи и земельные участки. Здесь у нас и в Петрозаводске, и за пределами Петрозаводска. Зарплата была немаленькая на тот момент, когда еще в конце 9-го года, октябрь 9-го года муфтий закончил 64 тысячи рублей. Это его была официальная зарплата. Кстати, раз уж мы пришли о материальной стороне, когда муфтий, ну, когда я уже сказала, он ушел от нас. Год я как-то еще кантовалась, как-то он еще, я уже говорила, 2-3 месяца он нам помогал, но потом резко прервал свою помощь и более того уволил меня с работы, как непослушную подчиненную. Тут и развод, и увольнение сразу. Я уже сказала, что мне не удалось получить высшего образования, я без специальности просто была вышвырнута в эту жизнь. И с его там 2-3 тысячи в месяц, с такими подачками, вы понимаете сами, я не могла что-то сделать, не могла прожить. Государственная поддержка, сами знаете, детские пособия, я как многодетная, тысячу рублей получала на ребенка, то есть 5 тысяч рублей в месяц, опять же, недостаточно. Мне пришлось пойти на работу, я начала искать трудоустройство, но везде требовалось или высшее образование, или опыт работы, ну и возраст женщины, а мне 40 лет. А еще когда услышали пятеро детей, вежливо всегда отправляли подальше, потому что понимают, что с пятью детьми надо часто выходить на больничные. Да еще когда видели мой внешний вид, работодатель, я же хожу в платке, это тоже неприемлемое условие, хотя это, как из практики видно, так слуху вам об этом не скажут, но на следующий день вам заявят, что вы просто не прошли там по конкурсу или собеседованию. Я стала в центр занятости, но все-таки я понимала, что что-то надо делать, и пошла просто на таксовать. Я больше ничего не могла, как только водить машину, и мне люди посоветовали попробовать таксовать на своей машине. И какое же было мое такое состояние униженное, когда я ставила эту шашку на крышу этой машины, антенну. И знаете, справилась. Я не боюсь работы, не отношусь пренебрежительно, хотя я занимала важное место в религиозной организации. Я была руководителем аппарата Духовного управления мусульман и возглавляла информационную пресс-службу этого организации. Я была правой рукой муфти, была его супругой. И представляете, как в одночасье, буквально через пару месяцев, оказаться в обычном водителе такси. И перешла через этот шаг, потому что знаю, что дома дети находятся, и надо их как-то и кормить, и поднимать. И стала таксовать и днем, и ночью. Я так похудела, у меня вся одежда парилась. Мне просто некогда было кушать, даже на обед заскочить, потому что принести хоть какую-то копейку домой. Стала моей такой первоочередной целью, первоочередной задачей. Таксовала я около года. Год я таксовала. До сих пор я эту шашку и рацию не продаю, держу на черный день, как говорится. Пока не заметил меня директор автошколы и не предложил поработать инструктором. Инструктором по вождению в автошколе. Таксовала я таксовала. Сказал, что это более, заработок побольше будет. И по ночам не надо работать. Помог. Прошла курсы, выучилась. На свою машину помог, опять же, мне педали поставить дополнительные, которые стоят 17 тысяч рублей. Дал деньги. В долг. Я научилась и этой работе. Стала работать. Сейчас я работаю в автошколе инструктором. Год я ждала, когда этот благоверный мутик, живя припевача, так и не помогал нам. Давая эти подачки, вот две-три тысячи рублей на пятерых детей. И только после того, как прождала, надеялась в его милость, подала в суд на алименты. Суд я выиграла, и суд посчитал в долях от зарплаты. Три восьмые. Три восьмые части от его зарплаты. Тогда еще 64 тысячи рублей. Около 15 тысяч рублей. Хоть бы, думаю, какая там подмога. Это где-то 500 долларов. Или сколько это? Не знаю. Ну, 15 тысяч рублей в месяц. Я как-то была немножко довольна, что хоть как-то. Но муфтий воспользовался тем, что своим положением, он же руководитель организации, он обнулил себе зарплату наглым образом. Поставил ноль. Уволил бухгалтера, которая вела эту всю бухгалтерию его. Взял функцию бухгалтера на себя, без бухгалтерского образования. Имея право, что он возглавляет общественную, религиозную организацию. Творить можно, что хочется. И директор, и бухгалтер в одном лице с этими подписями. Кто-то ему пишет отчеты эти нулевые, чтобы не засветиться этому бухгалтеру. Он стал подписываться своей подписью. Посылает из числа прихожан в качестве курьеров, кому эти отчеты сдавать. Все это делается, понятно, его приближенными людьми. Только с одной целью, чтобы уйти от алиментов на его родных детей. Такая жадность неимоверная. Еще раз говорю, имущество у него 14 миллионов. Он не продает это имущество. Если человек бедствующий, обычно, когда человек требуется, понимая, какое-то улучшение материального положения, человек начинает продавать что-то. Машину, дом, землю. Он ничего этого не продает. Значит, у него достаточно того, чтобы жить и спокойно ходить по этой земле и двигаться. Уезжать постоянно за границу. Он постоянно за границей. Постоянно за пределами Петрозаводска и так далее. Что тут говорить? И обнулил зарплату. Приставы ничего не могут сделать. Увидели его деньги на банковском счете. У него еще задолженность была. Три месяца он мне еще не давал на алименты вообще ни копейки. В задолженниках был. Как задолжник приставы закрыли ему выезд за границу. Представляете, 12 февраля был закрыт выезд за границу, вот этого года, 10. А 24-го уже сняли это постановление, потому что в течение недели он вдруг нашел деньги и закрыл всю задолженность по алиментам, по старой еще зарплате. А когда уже с января месяца он наглым видом приходит к приставу и показывает зарплату новую, 11 500 рублей в месяц с января 10-го года, насмеиваясь и подсмеиваясь, вы теперь уже ничего со мной сделать не можете. У меня зарплата 11 500 рублей. Вот три восьмых доли, и считайте, Виктория Алексеевна 3750 рублей на детей. Общая сумма на всех детей 3750 рублей. Пусть это Виктория Алексеевна как живет, так как хочет, так и живет. Вроде крутится, вроде не умирает. Выживает как-то, пусть дальше крутится. Такое отношение, и у меня нет слов. Это разве мужчина? Я его мужчиной не называю. Это не поведение ни мужчины, ни отца, ни тем более муфтия, обреченного в этом, в мантии, в челме. Это поведение. Простой мужчина, мужик, как говорится, с улицы, наверняка как-то беспокоится о своих детях. Да, здесь столько гордыни и гордости, столько потребительства. Мне должны звонить и передо мной унижаться. Пусть если ей надо, пусть она мне звонит и выглянчивает на коленях у меня деньги. Да еще я послушаю, каким тоном. Если будет тон умилительный, с целованием рук и ног, тогда я подумаю, выделит ли ей еще 2-3 тысячи сверху. Детям нужно, пусть дети и звонят. Я нужен детям, пусть они и звонят. Вот мой телефон им известен. Я им нужен как отец, пусть они звонят, может я с ними встречусь. Если у меня будет хорошее настроение, и я не захочу спать или есть. Муфти. Вот такой Муфти Карелия. Тьфу, на этого Муфти. У меня вообще... Ну, как я уже сказала, приставы закрывали границу ему, но как только... А он без границы не может жить, потому что весь капитал у него идет с арабского мира. Он пользуется тем, он араб по национальности, это не надо забывать. Он гордится тем, что эта баба там русская вытащила его. Только он об этом умалчивает, конечно же, он все это забыл. И сказал, это я все, я, я все создал, ты никто. И людям, когда кто-то заикнется из прихожан, да вроде Фатима там что-то делала. Он говорит, закройте рот, это я все делал. Да еще под соусом благовидности и так далее, с улыбочкой, ухменности. И пользуясь тем, он араб, единственный муфти в России, то ли нету арабов муфти, кто, только как он. Или татары, или кавказцы на Кавказе, все. Пользуясь этим, он, конечно, арабская... Он постоянно ездит за границу, собирает деньги с арабского мира, привозит на содержание личного, себя личного, свое благосостояние, улучшение. И что-то в общину перебросит. Что-то я не зря говорю. Десять лет он стоит у власти, десять лет он возбавляет эту организацию. Давно уже мэрия, администрация города выделила земельный участок для мечетей. У нас в регионе как не было мечети, так и нет. Что он сделал для этого? Ничего не сделал. За десять лет правления мечта мусульмана региона, иметь свою мечеть, так и не была осуществлена. Пока муфти занимается увеличением личного благосостояния, так и не построена в регионе мечеть. Хотя тут-то там слышишь новости о том, что быстро, довольно быстро в других регионах России мечети возводятся. А у нас как Карелия как была, так и осталась без мечети. Единственный дом, который используется как молельный дом, это личная собственность муфтия. Этот дом стоит 10,5 миллионов рублей. Это всегда было с 2003 года, это личная собственность портвилла. А то, что туда мусульмане приходят и молятся, это просто его же такое разрешение на то, что да, я разрешаю вам приходить. Но когда это разрешение закончится, мало ли изменяются жизненные обстоятельства, то муфтий часто принимает и совершенно другие решения. Все обещания, что раньше он давал какие-то, все это переворачивается. Ну, в смысле о том, что ну как же, жизнь изменилась. Вот, другие вот обстоятельства, поэтому я, например, очень беспокоюсь за судьбу этого единственного молельного дома тут в Петрозаводске. Так называемого молельного дома, но еще раз говорю, это личный дом, это личный коттедж муфтия, который он пока дает право там приходить людям и совершать какие-то религиозные обряды. Но есть такое свойство у нашего муфтия, что он все перевирает с ног на голову и подает под таким соусом, чтобы человека поставить на место. Кстати, он всегда этим гордился. Он может манипулировать людьми, манипулировать их какими-то действиями, мнениями. Если человек приходит к нему с какой-то долей критики, он умеет убедить человека так, что через некоторое время этот гость уйдет, полностью осознав свою ошибку и свое неправильное видение. А убеждение муфтия сыграет такую роль, что он перевернет свое мнение вплоть до 180 градусов. Вот эта манипуляция, кстати, вот сам Бардвилл очень гордится этим, что он умеет так и на своем арабском родном языке, и на русском научился, пока он совершенствует еще раз, говорит по-русски, манипулирование людьми. И, наверное, проповедническая практика, все-таки 10 лет стоять у микрофона и вести монологи в каждую пятницу, в каждую неделю собираются, да, прихожане. Это часовой монолог, и, кстати, он гордился этим, в семье, когда мы жили, он всегда был, говорит, как я, просто до экстаза доходит, что так ему нравится быть перед публикой и выступать, и вот быть наедине. И когда никто ничего не говорит, все молчат, а только внимают каждому его слову. Он от этого получал большое удовольствие. И вот такая еженедельная практика выступлений, конечно, сказала свою роль, поэтому он очень спокойно выслушает любую речь, речь любого человека. И если к нему обращается с какими-то предложениями, он всегда сделает так, чтобы ему было выгодно. Но это чисто уже из психологии, там уже тема другого разговора. Пока я хотела бы продолжить дальше, что у нас тут вырисовывается. А вырисовывается такая картина, что, подав на алименты, как я уже сказала, высудила кое-какие доли, которые зарплату, понятно, муфти уменьшил. Сначала на ноль, самым наглым образом, но когда к нему уже стали какие-то, видно, замечания, ему сделалось, что, типа, так нельзя, нулевая, надо же, типа, ты руководитель, надо что-то нарисовать. И вот, муфти нарисовал эту зарплату, 11500, с единственной целью уйти, естественно, и от алиментов, и от налогообложения. Конечно, зачем платить налоги государству, который столько ему дал прав и возможностей, совсем забыл, кто он был раньше. Кстати, как чувствует себя лицо без гражданства на границах? Он всегда это говорил, в каком он унизительном положении, лежал на картонке в аэропортах, даже там не предоставляется места спальное, чтобы прождать, например, в транзитной зоне. Ему давали картонку, и чтобы не на холодном полу спать, он лежал там в тапочках, там в этих спортивках, что там было, и несколько суток вот так он бродил по аэропортам, потому что он ЛБГ. Так его вот это приобретение гражданства какой-либо страны, а понятно, это не арабской страны, потому что арабская диктатура в арабских странах явно и совершенно и понятна, что там нельзя просто спикнуть словом. Но вы знаете, вот это сказалось и на личный характер, можно сказать, и арабов, в том числе, кто приехал оттуда. И вот конкретно муфти нашего Бардвилла, араба по национальности, эта диктатура прослеживается в нем и в его руководстве, вот этой организации, как я уже говорила, полное подчинение диктаторства и уничтожение первого поколения, как он говорил. Потому что, знаете, не только я критиковала его деятельность, но еще раньше, раньше, раньше были и другие люди, мусульмане, которые вложили, имелись вклад в строительство, и вот как они думали, это их молельный дом, а потом Бардвилл, это все-таки на себя все оформил собственность. И эти люди, за этими людьми стояли и другие люди, эти люди были, не понимали распределения денег, опять же, да, его вот такое отношение к этим людям, потому что они были другой национальности. А муфти, он страдает у национализма, преобладание арабского, например, арабской нации, для него это очень много значимо. Это он говорит, мне, конечно, он не скажет в публичных это разговоры, но в личных разговорах он всегда гордился своей национальностью и всегда считал, что это избранный народ, арабский народ, поэтому и, соответственно, и отношение и к арабам к нему лично должно быть на должном уровне. Так вот, я говорю о том, что были люди и раньше недовольны его руководством, но как он с ними рассчитался? Сначала они все были членами общины, были учредителями общинами, но он понял, что это люди уже не нужны, они сделали свое дело, и пора бы их уже и как-то убирать. И он по-хитрому, по-хитрому, тоже он этим гордился потихоньку, он убирал этих людей недовольных из членства общины, вот, и пришла вот очередь и за мной, например, как я уже говорила, два года назад, тоже по-хитрому, собирая собрания, наузкивая людей, убеждая людей, что в принципе, что тут ей делать. Например, я была членом президиума духовного управления мусульман, единственная женщина, активист и так далее. Я уехала в отпуск, и приезжая с отпуска, я обнаружила, что прошел съезд духовного управления, и было уже переизбрание нового президиума, но меня уже в списке из членств нового президиума не было. Я спрашиваю прихожан, в чем дело? Во-первых, меня не было, меня кто-то спросил, а во-вторых, как вы голосовали? Это вы что, не хотели, чтобы я там была? Они смотрят на меня с большими раскрытыми глазами, а как же? Анамуфский очень убедительно сказал, что ты все, уже заканчиваешь работу и уезжаешь, и вообще из Петрозаводска уезжаешь, и переезжаешь, и все. И мы, конечно, мы ему верим, мы же внимаем каждому его слову, поэтому на полном таком доверии мы и голосовали не лично против тебя, а типа, что ты уже все, уехала, например, и закончила свою, например, в Петрозаводске, ты даже и жить не будешь. Я говорю, кто вам сказал об этом? Сам Муфти. То есть вот так красиво приподнял, да, как бы он не критикует, но он очень, такая политика прошла, убирать, например, и людей, и меня, вот когда я была последней из этих первых рядов, людей первого поколения, кто помогал ему. Вот так убирать людей, которые ему когда-то помогали, кто были у основы, основы организации. Вот. Ну а затем, как я уже сказала, сейчас я уже подала на алименты, например, второй суд. Сейчас я просила бы сумму в денежном твердом эквиваленте, я хотела бы рассчитывать на прожиточный минимум для детей, на 5 тысяч на ребенка. Если будет такая возможность, с адвокатом мы как бы думаем над этим делом. И сейчас этот суд идет, было заседание, переложили его на 12 мая. Не очень мне понравилась пока позиция судьи, почему-то судья требует от меня каких-то доказательств, что в Муфти на самом деле нет денег, что на самом деле у него зарплата 11 тысяч, но это все так, конечно, опять какое-то чувство себя в таком плохом положении. Ну, буду добиваться, идти, посмотрим, что скажет суд, буду, во всяком случае, обжаловать, потому что я знаю, что возможности у Бортвилла большие, в плане денежной, и скупиться на детях, это просто, я не знаю, как назвать это, аморально, не аморально, но это уже нет слов у меня по этому поводу. На детях нашел экономить, на ком, я же не для себя прошу, потому что дети полностью на моем обеспечении, они со мной живут вместе, вот, и поэтому. Кстати, в плане, спрашивают, как же они видятся с отцом, как я уже говорила, что отец ждет, да, он окажет великую милость всем людям, если они с ним поговорят, поэтому если кто нуждается в нем, должны ему позвонить и попросить о встрече, и если ему будет это выгодно, то он согласится, или ему будет это удобно. Так же самое относится и к детям, если дети захотят меня увидеть, значит, они пусть мне и звонят, и мы с ними, может, погуляем. И вот такие гулянки, ну, может, раз в месяц, два раза в месяц, когда муфтьев скучно, они пройдутся по городу, два-три часа погуляют и возвращают домой. Это так раньше было. Ну, когда сейчас он наглым образом такую повел политику, вот, пренебрежение к детям, к элементам, я уже стала переосмысливать, надо ли вообще этим детям встречаться, потому что есть большие минусы в этом общении. Во-первых, отвратительно. Дети приходят после таких встреч, ко мне плохо относятся, это видно явно. Я два дня должна как-то переделывать детей в плане психологии, как к матери надо относиться, потому что я чувствую влияние его, что я плохая, мать у вас плохая. Затем влияние о том, что я русская женщина, я русская, а он араб, и они арабы, они избранные. И я чувствую после таких общений с отцом, редких, но метких, как говорится, превосходство арабской нации над другими, над русским народом, например, над русской, ваша мать русская. И дети начинают уже пренебрежительно относиться к русским людям, например. Меня это негодует полностью. Я хоть и мусульманка, я знаю об этом, но я русская по национальности. И это неотъемлемая часть моей принадлежности, существования. И вообще нет слов у меня, я никогда сама не делила людей национальности. И просто негодую в этом плане. Это отрицательно сказывается на детях. Поэтому и сам образ жизни внутренний, вот муфти, аморальный, я знаю, его аморальный такой образ жизни, такой внутренний, тоже пагубно сказывается на детях. В частности, вот муфти сейчас живет с двумя женщинами одновременно в одном доме. И после таких встреч у меня сын, которому 10 лет, начинает мне мечтать, говорит, я тоже буду жить с женщинами. У меня будет несколько женщин в одном доме. Я это не приемлю совершенно. Это я потенциал, заложенный потенциал на то, чтобы не быть семьянином, не беречь семью. И не относиться к семье по-мужски, вот так достойно, нормальной, полноценной семьи жить. Поэтому вот такое влияние, тоже я совершенно, после такого, вот как мне сын высказал, что он тоже устроит свою жизнь очень вот так, в личном плане, и когда он там будет жить, сколько у него там женщин будет в одном доме, сами понимаете, я не хочу видеть сына в таком положении. Поэтому сейчас я ставлю вообще вопрос об ограничении видения с отцом. Тем более это все нахлестом, он любит показательности. И когда даже такие редкие встречи с детьми бывают, он это фиксирует, эти встречи перед людьми, и потом преподносит так, что я, это я выслушала это мнение по алиментам, когда мы судились, я уделяю внимание детям, я с ними встречаюсь, покупаю подарки, и кушают они у меня. И вот поэтому я очень хороший отец. Что вы тут скажете? Да ничего, потому что люди говорят, да, на самом деле мы его видели. Вот такая у него политика, если кто его не знает. Ну, это ладно с этими детьми. Слава Богу, в плане то, что дети, они любят меня, у нас очень искренние отношения, хорошие. И после развода особенно было в моральном плане, и понимая это, я держалась перед детьми, потому что все-таки мы с ним прожили 10 лет, это не шутка, когда за дня в день вместе живешь, и вдруг нету, да, уже что-то в доме уже не хватает. И, конечно, слава Богу, пережили мы этот психологический момент с детьми, когда я все-таки стойко все это выдержала, без слез, без истерик, без вопли, без сопли, как говорится. И дети, смотря на меня, понимали, что все нормально. И я так думаю, вроде не получилось у них таких психологической ломки. И у нас такие доверительные, хорошие отношения с детьми. Пока все нормально, вот в этом плане это меня устраивает. Поэтому я думаю, нужны ли эти встречи с отцом, горе-отцом, или есть, кстати, такое понятие биологический отец. Вот это очень меткое понятие относится и к муфте в нашем. Вот биологический отец. Вот этот термин юридический я услышала. Оказывается, есть такое. Ну, ладно. И после того, как я посмела на муфте подать в суд, на алименты, судиться с ним, и сейчас вторично, например, подала на денежную сумму, фиксированную вот эту, ожидая, что, может, не тысячи рублей на ребенка будешь платить, а чуть-чуть побольше, если уж совсем у тебя совесть не заела. И он меня часто оскорблял очень и ругал. Но мне как-то не удавалось это все зафиксировать. Кстати, и в семейной жизни он руку поднимал, он избивал меня. Но я это все не раскрывала на внешнюю сторону, потому что, сами понимаете, жизнь семьи предполагает все это в четырех стенах как-то закрывать это дело. Вот. Но последний разговор, последний, он опять вылил очередную грязь на меня, и мне удалось зафиксировать этот разговор, потому что посоветовалась я вот и с адвокатом, который алиментами занимается, он говорит, фиксируйте, если ваши оскорбления будут записывать. И мне удалось записать это на диктофон, его 20-минутную, 20 минут разговора, но 10 минут это полной грязи и отвратительных слов в мой адрес. И не только в мой адрес, а вообще хай и все. И в том числе это идет чистые экстремистские штучки по принижению, как я говорю, нации другой нации. Например, разграничивая мусульман, не мусульман, называя их кяфирами. Наверное, всем знакомо это словечко, неверный. С какой ожесточенности, с какой эмоциональностью он говорил, приравняя меня кяфирам, нафиг, это лицемерка, да, неверная. И такие слова, вот, конечно, я не выдержала, я подала в суд, потому что кто не имеет права, он поскорпляет ни меня, ни других людей в таком тоне, если это можно назвать тон. Я считаю, что ты кяфир, мунафик, это лицемерка сарабская. Я перед Аллахом в судный день буду свидетельствовать, что ты кяфир, ни капли веры в твоем сердце нет, ты шайтан, гори ты в аду, да будь ты проклята, да будешь ты проклята. Дай Аллах, чтоб я видел, я радовался перед смертью, как ты будешь мучиться в этой жизни. Дай Аллах, я каждый день буду просить Всевышнего Аллаха, чтобы он отправил тебе болезнь раковую, как у твоего отца, чтобы радовался я при жизни моей, как ты мучаешься, потому что такие люди грешники, это заслуживает. Я буду Аллаху молиться, чтобы он тебя наказывал, я тебя предупредил, я буду молиться от всего сердца. Мои дети у тебя как заложники, мои дети живут у кяфира, у этих неверных, у этой неверной, у этого неверного человека живут мои дети. Я хочу их освободить, их от тебя, дай Аллах, чтоб ты умерла, сдохла, чтоб мои дети остались у меня, дай Бог, я уверен, что так это и будет. Ты увидишь, что смеется последний. Я болею за ислам, в отличие от тебя, кяфир, кому нафиг, лицемерка, сволочь ты. Клянусь Аллахом, он таких не оставит. Все в тюрьмах сидят с позором, умерли рано, и ты следующая в очереди. Дай Аллах, чтоб ты получила наказание, шайтанский твой грех. Я даю тебе время, чтоб ты сама покаялась. Я буду днем и ночью молиться, везде буду позорить тебя перед людьми, везде буду говорить, что ты такая, как бы мне, и сколько бы мне этого не стоило, как бы мне это не было тяжело. Всю свою жизнь я буду посвятить именно этому, пока ты не сдохнешь, пока ты не будешь мучиться, больной, брошенной, одинокой. Дай Аллах, дай Аллах. Что ты за ужас, что ты за мымра такая, ты сволочь редкая, ты шайтан ходячая, му нафиг ты лицемерка проклятая, да будешь ты проклята. Пусть Аллах в тебя проклянет тебя, пусть Аллах проклянет тебя, пусть Аллах проклянет тебя от всего сердца, пусть мои дети освободятся от тебя, дай Аллах, чтоб ты горела в аду, чтоб в судный день сердце мое успокоилось, как я видел, как ты тонешь в адском огне, тогда я только успокоюсь. И это единственное, что меня успокаивает. И когда я ему говорила, ты кому говоришь, ты на мать своих детей, что ты говоришь? Он говорит, ишь ты, еще она позволяет себе, еще замечание делает, да какой ты шайтан, да гори ты в аду. Это слова муфтия Карелии, руководителя Духовного управления мусульман Республики Карелия, муфтия шейха Висама Али Бартвила. Это распечатка только из этого диктофонной записи. Теперь посмотрим, что суд скажет. Суд назначен на 5 мая, 5 мая. Я пойду до конца, я не знаю, знаю, что судьи, это уже люди, как они это воспримет, мне сказали. Есть такое мнение, что это не слова, там типа унижающие есть и другие, более покрепчивые. Но я буду добираться своего, потому что хочется справедливости. Я еще раз говорю, прошло 2 года после, вот как, да, после развода. 2 года я вот в принципе, я молчала, как говорится. Узкий круг людей, моих только друзей, моих родственников знает. А, к сожалению, вот, что касается мусульманской общины, они обмануты им, внимают ему каждый с его уст, все самое. Они мусульманская община об этих словах не знают. Если я им покажу, они не слышат, не хотят. Ну, не все, конечно, есть недовольные, много недовольных. Просто, я скажу, его окружение, да, которые чеченцы, дагестанцы, там, арабы, которые, мужчины, все мужчины, как один чеченец мне сказал, когда я несколько раз подходила к одним из этих влиятельных, как бы, и людей, и по жизни влиятельных, да еще и, как говорится, верующих людей, которые паломчество совершали несколько раз, молятся 5 раз в день, мечеть ходят, ну, искренне верующий человек. Но когда я прихожу со своей болью и заботами, что образумьте, муфте, почему он не может помогать нам, почему он такое отношение ведет себя так там, уж расставаться, ладно, пережила я, все проглотила, да как-то выкручиваюсь. Ну, отношение должно быть человеческое. Я же женщина, я тоже, я же не супермен. Не могу ничего объять необъятного. У меня ни папа, ни миллионер, у меня нет наследства на миллионы долларов. Я обычная женщина, трудяга, ну, там, дай бог, чтобы это было здоровье. Еще, слава богу, еще здоровье позволяет. Но мне уже вот 41 мне в этом году. Пока держусь, а что дальше быть? Дети-то еще маленькие, младшему 5 лет. И когда я с этой болью приходила к одному такому влиятельному чеченцу, он мне говорит, послушай, ты женщина, ты так называемый, как он мне сказал, ну, вы же сами понимаете, это люди второго сорта, вторые по значимости. Так он мне сказал, этот верующий человек, который паломничество в хадж совершил, ну, несколько раз, скоро уже до десятка дойдет, когда он совершил хадж. А когда приходишь с конкретной болью к людям, я Равилю Гайнудина муфтию писала, муфтию России писала письмо отчаяния, послушайте слова женщины, бывшей супруги муфтия вашего региона, одного из регионов России. Поймите вы, я в трудном положении. Муфтий Равиль Гайнудин занят. Он не удосужился даже ответить мне. Даже чиновники отвечают, ну, пусть отписки, приписки какие-то на письма, если хотят это, как мы, на наши просьбы внимать, но в течение месяца мы получаем ответ от этих чиновников, отписной. Муфтию Равилю Гайнудину писала в Москву. Устно сообщала по телефону его заместителям многочисленным. Помогите, что-то сделайте с вашим муфтием региона. Пусть он повернется в нашу сторону, когда он будет с нами хорошо, со своими бывшей женой, с его родными детьми относиться. Да все, сижу спокойно, живу и работаю. Больше мне от них чего не надо от него. Что мне от него еще надо? Ничего мне не надо, все. Не удосужился наш муфтий Равиль Гайнудин. Даже словечко обмолвится. Писулечку какую-нибудь написать. Типа принято, понято, принято, будем разговаривать. Даже так вот писала я, когда муфтий начал жаловаться своим прихожанам. Она на муфтия в суд подает. Его приближенные чеченцы руками, ногами размахивали передо мной. Прыгали мужики лет 40-50. Я сижу перед одной, единственной бабой. И то не пугаясь. Сижу спокойно, смотрю на них, выслушиваю. Когда все прослушиваю, я говорю, спасибо, я услышала ваше мнение. Но я не согласна. Я другого мнения, что он должен вести себя нормально. И когда я все-таки чувствовала угрозы даже в мой адрес, я слышала угрозы в мой адрес. Со стороны арабской нашей, хоть их 5 человек тут на пальцах пересчитать. Но это Рафат Амер, например, руководитель общества арабской дружбы. Как же, надо земляка подержать, надо. Бордвилл же, о, араб. Начинает выкрикивать. Собрали они тут сходку такую, обсуждали мое поведение. Человек 30 собралось тут, прихожан. В этом молельном доме, в доме муфти. Ну что будем делать с этой, Вебер? Подает суд на муфти. Что делать-то? И когда Рафат Амер кричит, грудь бьет, аж с места выпрыгивает. Мужик тоже мне. Ничего ей не будет, ничего не достанется. Попробуй только, посмотри только, кричит Амер, общественный деятель. Я говорю, я смотрю, ты член партии «Единая Россия». Он всегда этим гордился. Не твое дело. Это дело между бывшими супругами по алиментам. Да какие бы ни делайте. Вот такие у нас разборки идут. Судебные. Оскорбление это личное оскорбление. И то муфти это скрывает, потому что ему невыгодно, чтобы в свете дня показали, какими он словами распространяется. Где ему выгодно, он расскажет и преподнесет в своем свете. Но где невыгодно, он об этом тихонечко отмолчится и уйдет. Или чеченцы там бравые кричали, орали на меня. Что за мужики? Это мужики? Это не мужики. Еще раз скажу. Это не мужик. Мужик, который нормально к бабе относится. Простым языком, говорится. Нормальный. Не надо сверх ничего. Нормальный. И пусть оставленный после развода. Ничего, бывает всякое. Все понимаем. Ну нормально к женщине отнестись. В России живем. Нет у меня пособия европейского там, где женщина с пятью детьми нормально живет на одном пособии. Ей работать не надо. Но я не могу жить на пять тысяч рублей в месяц. Сами понимаете, жизнь-то какая. Мы же в России, где государство помогает? Тысячи рублей на ребенка. А я, может, демографически здесь эти проблемы решаю в России. У меня пятеро детей я принесла в страну граждан России. У меня дочка заканчивается с серебряной медалью в школу. В университет поступает. Специалист будущий. Знаешь, если тебя мешать раздражать, что я, у меня крыша над головой, я отсюда уйду. Я знаю, что ты меня не оставишь в покое. Тебя даже не надо, что я вообще способен находить на земле. Я это знаю. Если тебе это, ладно, я выберу отсюда. Ладно, на улице буду жить. Не волнуйся. Я действительно уеду отсюда тогда, если тебя это успокоит. Не только пожарам не надо на это претендовать. Ты меня вот действительно называешь. Я не делю тебе весам. Фатима, давай, если ты, я, сволочь, и любой сволочь, который ты называешь, который, типа, твоему мнению, этот сволочь, хорошо. Я просто знаю, что люди на твоей стороне. Хорошо. Господи, кто хочет. Я это уже все проверила. Кто из мусульман тебя доверяет? Мне очень сложно. Господи, кто их умирает. Никто меня не поддержал почему-то. Слушай. Ты можешь подбежать, отобрать все, говорит мусульман. Ты знаешь, сколько же труда это стоило? Это показало и последнее заседание. Да, я же, муфты их. Я же, конечно, заново. Потом я прав. Ты же, Фатима, не смотришь, что ты закрываешь глаза. Но я же прав. Ты знаешь, что я прав. Сейчас я не хочу вдаваться полемику вообще за рулем. Фатима, не надо пожарить. Прошу тебя еще раз. Прошу тебя еще раз. Прошу тебя. Фатима. Фатима, если ты пойдешь вперед, я тоже пойдешь вперед. Ты это знаешь. И это ты уже в сон. Ты мою жизнь закончил. Ты уничтожаешь мою жизнь. Ты мою жизнь уничтожаешь. Ты восстанавливаешь на святой. Это ты восстанавливаешь на мою жизнь. Фатима, ты еще не видишь. Ты не видела. Ты не видела, что я могу сделать. Нет, ты еще не знаешь, что я могу делать. Я действительно могу сделать твою жизнь невинноцима. Нет, я все, это еще ничего. Фатма, ты прекрасно знаешь, как хочешь, как хочешь. Я встал за себя. Фатма, ты хочешь наказывать меня в общину? Ты хочешь меня позорить в общину из-за этого? Фатма, это неправильно. Не покрывайся общиной. Я вижу факты. Есть документы из Фатмы. Можешь отобрать действительно половину дома и с этим можешь жить? Я тебя честно. Скажи мне вопрос. Ты знаешь, что этот дом действительно использует Бусман или нет? Да, или нет? Я знаю, что ты этот дом используешь прекрасно. Хорошо, это я знаю. Прекрасно живу, да? Прекрасно, да? Хорошо. А мусульман там молится? Красно. Да, конечно. А будут и дальше молиться? Люди, да, я оберегаю. Ходят? Молится? Действительно молится? Конечно, люди... Я избежаю людей, потому что ты в любой момент можешь уехать за границу, у тебя семья за границей живет. Исгарское слово. Да, в порядке. Причем тут Исгарское? Ты вообще-то Исгарское. Потому что факты говорят, твоя семья за границей живет, супруга твоя загранична. Да вы в любой момент можете идти, продать и уехать, и жить за границей на эти деньги прекрасно, они работают. Ты думал, как где мне работать? Хорошо, факт. Я понял, понял. Ты сейчас на этим, честно говоря, ты вышел из Луны Исланы, я не считаю себя мусульманкой, я считаю, что ты кафир, монастыр. Я считаю, что не считаю себя мусульманкой. Я говорю, Аллаху, сегодня я буду свидетельствовать, что ты кафир. И не говори, не обманывай никого. Не обманывай никого. И потому что векабли веры, да, естественно, ты как шайтан. Ты знаешь, что Аллах есть, но все равно... Почему? Потому что твои личные интересы. Да, я тебя не... Ты знаешь, не надо, не надо. Ты не обманывай, это шайтан тоже сказал. Ты создал меня... А у меня все хорошо, а у меня все не будет. Фата, ты отобрать мусульман, ты же не мой дом разберешь. Ты же половина в кафире, половина мне останется. У меня половина останется. И все равно будешь жить там. Вот ты, на самом деле, перед Богом, вот на самом деле... Не надо прикручивать все с ног на голову. Не-не-не, не прикручивать. Ты же прекрасно все знаешь. Да, вы горите в аду. Да, мысли проклято, Фатума. Да, будешь ли проклято, да, Аллах, чтобы... Я виден, я радился перед смертью увидеть, как ты будешь мучиться в этой жизни, да, Аллах. Я, Рабдель Аляминяк, каждый день буду просить Всевышнего, Аллах, Субханна, чтобы он ставит тебе болезнь в ракове, в чем только как своего отца, чтобы ты вот радился, я твоей при жизни моей, как ты будешь мучиться в Фатума. Потому что таких людей, грешники, не заслуживает. Я в моих силах начал делать, кроме Всевышнего. А я на него буду молиться, чтобы он тебя наказывал. Я, к сожалению, больше ничего не могу делать, Фатума. Я буду молиться. Вот я тебя предупредил, я буду молиться от всего сердца. И я говорю, а, у Игнатенного, Аллах, Субханна, нету бригады, международной. Ты говоришь, о мать тебе детей, не забывай. Мать тебе детей. И я хочу, чтобы мои дети у тебя как заложники Фатума. Мои дети у кафира живут. В этих неверных женщин, неверных человек живет, мои дети. Я хочу от них освободить, от тебя, чтобы жили у меня. Дай Аллах, чтобы ты умерла, сдохла, и чтобы мои дети остались у меня, инша Аллах. Я уверен, что это так и будет. Но Аллах, и вы, что смеется последним. Будешь делать, что хочешь, но последним, кто смеется, то мои дети будут наследовать. Ты что, радуешься? Мои дети будут наследовать тебя. Это что ты сделаешь у нас, все равно не получим. Они же верят, что они верят нам. Инша Аллах. Иди, как все твои страны, честно, инша Аллах. Иди, Аллах, я прошу, что Аллах, выдай свои сады. Да. Я болел за ислам, отличие от тебя, каферка. Я от ислам болею. Крошь ты, не болеешь ты не за ислам, как от тебя мунарка. Мунарка, лицемерка, сволочь. Клянусь Аллахом. О, Аллах, каких не оставили. Он не убрал этого милиционера. Он и всех, и карпа терялся, и пир тоже в очереди. Все в термах сидят с позором. И умерли. Ладно. Ты, ну помнишь, приказка. Любой, кто стоят перед нами, что с ним случилось. Аллах с ним справится. Никто из нас. Иди, Боже, и Фатлах, сдавай этот путь. И обрадай свои дети. Они всегда себя обрадали. Мы же за ислам, мы не хотим этих вахадитов. Мы не хотим этого изгора. И ты знаешь, что? Я же не вах. Ты знаешь, как плохо мы жили. И Фатлах, иди, Аллах, иди, Аллах, иди по этому пути. Ты знаешь, что я не приказан там живу. Ты знаешь, что я без води там, и без тепла, как я живу. Ты сама даже не знаешь, что мы дети у меня ночевали, что холодно. Да, конечно. Вот, Аллах, иди, Аллах, чтобы ты получил наказание за бою. Враньё, обрана. И что ты? Шайпан говорит, о, Аллах, я не буду тебя поклонять. Ты говоришь, жить я за огня. Он думает, что он в огне Аллаха. Тебя обрадует грехи. Это все такое именно, шайпанский твой грех. И я, Хатлах, и даю тебе до 17 марта, чтобы ты сама покаялась. И вот я к тебе время, чтобы ты сама покаялась. Нет. Клянусь Аллахом. Аллах, и Аллах, и будет днем и ночью молиться. И это единственное мое занятие. Это единственное мое занятие, что останется в жизни. И всем людям. Все люди. Где бы ты ни пошла в Адлах, ты увидишь, что я за тобой буду бегать. Везде буду пожорить тебя. И везде буду говорить, что ты такая. Как бы стоило, сколько бы это мне не стоило. Как мне это не было тяжело. Всю мою жизнь я буду подпятить именно. А пожор тебя, пока ты не вздохнешь. Ты не будешь мучиться, больной. Уброшенный, одинокий, иншал Аллах, и Аллах. Все уброшенные. Где ты не знаешь? Даже Олечка, который говорит, что он мне ответил. Знаешь, что он говорит? Как моя мама, мама злая, мама плохая. Да, папа? Ой, даже этот маленький. А я говорю, нет, сынок, это же мама тебя любит. И я вот лишь от тебя, что их авторитет твой держу. Они же, они тебе говорят, твой злой. Да, я наоборот тебя защищаю. Она говорит, на самом деле, ты не заслуживаешь. Делай, что хочешь. Они видят, они же видят. Хоть и маленькие. Видят. Все говорят, что мама злая, баба. Сотные. Я говорю, мама не злая, нельзя так говорить про матери. Но, в Аллахе, они все от помнил узнали. Да, узнали они, кто ты такая, представляешь? Конечно. Мне не надо ничего делать. Ой, любой человек спаси. Все твои подруги, все твои соседи. Ой, даже мать твоя вродная. Все говорят, что за ужас. Как ты мог вот-то пить такой? Клянув Аллаху, ни одного человека сочувствуешь. Я тебя враг всегда говорю. Ой, тот сочувствуй тебя, тот сочувствуй, чтобы тебе не было плохо. А на самом деле, никогда в жизни, клянув Аллаху, никогда не видел одного человека, который доброе слово, который говорит мне в лицо, а потом говорит, что за мимо это, что за мимо это, что за мимо это. Мы говорим, есть такого хорошего, лишь бы от нас отстанут, а ты ужасный человек. Никогда я не видел хорошего. Ла-ла-ла-бым. Клянув Аллаху, если ты не знаешь, проснись. Может, тебя еще не поздно хатут. Может, ты вообще попал в это. Я всегда, я у тебя шанс, все время прощаю. Есть только что странно сегодня о тебе думал хорошее. Только что сегодня о тебе думал хорошее. Может быть, зачем вас так будет. Мы в глаз мы поведем, а ты вообще. Ты просто хуже и хуже становишься. И проявляешь свою сущность. Видел, я из тебя сильно-сильно ошибался. Я думаю, просто характер противный. Что человек тебе не уравновешен. Оказывается, ты злой просто человек. Ты меня не спасаешь, если ты не знаешь, мне не спасаешь. Я тебе заслужил свое скупление. Ты смотришь, редкая. Ты что? Ты шайтан сам, шайтан. Ходящий. Шайтанка, мунафика. Моя жизнь потеряла из-за тебя. Я буду, Аллах, побоишь проклятиь? Аллах, 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 Аллах от всего сердца. Вот Аллах, проклятиь тебя. Да, Аллах, да, вот мои дети освободятся от тебя. Как я ошибся, Господи, вот от тебя, Аллах. Горишь? Да, чтоб ты сгорируешь в аду. Вот, чтобы я в судный день, сердце мою успокоить, видеть, как ты тонешь водком огне, я, Аллах, 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 Аллах. И эти дети меня успокаивают. Как тебе поспорить, это послуги, я. Ты на святой, дура, ты на святой. Ты на святой босигалов. Я тебе святой босигалов на мече. Какая ускорбовала. Какая? Она еще мне себя позволяет. Ты все на замечание делаешь, что мечет. Молит, ты на святой босигалов на мече. Какая ты моя такая. Я готов быть на улице жить, а ты все равно не согласен. Потому что ты хочешь именно лечить босигалов. Какая ты аморальная человек. Какой ты шайтан в родном все такие. Пробоводит Аллах тебя. Бось Аллах тебя судя. Я только Аллах может тебя судить. Покорите в аду. Все. Ну как мог ты, Карина. Религиозный деятель, который прощает, должен прощать людей с прощением. Прощают все грехи, только не мои. Я вышла его только за то, что я покусилась на его имущество. Я подала в суд на раздел имущества. Что за повод здесь? Еще он обманным способом в браке. Он меня заставил контракт написать брачный. Завладев имуществом. Вот один этот дом, про который он упоминает. Это мечеть, 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 мечеть. Это его личный дом. Коттедж. Стоит 10,5 миллионов рублей. Где он сейчас живет. Полэтажа он занял. А второй этаж он разрешает прихожанам приходить молиться. И всегда он выставляет, выставив табличку на внешнюю сторону. Он говорит, это мечеть. Сам живет, там вода есть. Он здесь временно воды не было, просто подзамерзла. Это обычное явление, когда в доме какие-то хозяйственные вопросы решить. Тепло есть, очень жарко. Просто было выключено электричество, включено электричество. Это все текущие моменты. Он упоминает, воды нет, тепла нет. Все, есть и вода, и тепло. Так убедительно говорит. И смешивая и ложь, и перевирая все вот эти факты наоборот. На самом деле опасения есть. Он это сам упоминал, что он может уехать. Он может уехать. Он смотрит по ситуации, как здесь будет. Потому что он вставался на вопрос повестки дня. И это поднимало я. Нужен ли нам такой муфти, который за 10 лет, например, своего руководства не построил здесь мечеть. Это не мечеть. Там дом, что находится, где он живет, это частные его владения, и находится в жилой доме, где, согласно администрации города, запрещено культовые сооружения сооружать. Там нельзя культовое сооружение. Это жилая зона. А для культового сооружения, в частности, вот такой мечети с минаретами, давно выделен земельный участок у нас мэрии. Но наш руководитель нашего управления, он почему-то этим не озабочен, чтобы начать строительство. А есть такой опыт в регионах, когда довольно быстро, в течение двух лет, года, двух, трех лет, руководители религиозных организаций строят мечети. И это первый важный показатель. Показатель руководства, строят они культовые сооружения или нет. Так справился Муфтий с этим обязанностями, со своей прямой обязанностью построить мечеть, а потом заниматься своими амбициями? Нет. Десять лет он у власти, уже пошло больше. Он не построил. Нет. Даже камень не заложен. Даже камень. А земля дана безвозмездно, бесплатно пользу. Не надо за землю платить. Даже камень не заложен. Так чем занимается Муфтий? Личными амбициями, личным улучшением благосостояния. Поэтому он смотрит по ситуации, как здесь получится. Будет ли за него, будет ли он руководить, не будет. Если, опять же, ситуация невыгодна для него будет, ему запросто продать личное имущество, как мы обычно делаем, да? И сматывают за границу подальше. И от элементов, кстати, уйти можно. Поднись вещей этих, там, элементчиков за границей, естественно. Это знаком ход. Да и от этих обязанностей. Да и еще жить припеваче. На эти деньги в арабских странах, когда там за копейки, там такая нищета, такая убогость. Такие, кто был, наверное, что тут мне говорить. Где-то показывают туристам картинки, внешнюю какую-то сторону, вот маленький кусочек из туристического бизнеса, туристической сферы. Ну, зайдите, выйдите за пределы этой туристической сферы, увидите, как живет народ в тех же странах, там, так сказать, третьего мира. Нищета, нищета, убогость. На эти деньги, что продать эти имущества, спокойно можно купить там огромный дом, виллу, и прислугу нанять, и жить не работая. Вот что стоят эти деньги при продаже у нас в его личном состоянии. Поэтому есть опасения. Он сам упоминал о том, что он может уехать за границу. Поэтому, то, что он говорит, там, обычное право любого человека, я решаю попробовать через суды, посмотрю, как закон решит. Когда мы жили, мы жили по брачному контракту, а когда он приобрел это имущество на себя, он, как бы, напористый, я еще беременная была, пятым ребенком, на седьмом месяце беременности, полностью от него зависима. Он меня заставил подписать этот контракт брачный, что все его имущество принадлежит только ему. Это было в 2003 году. Ну, я подписала. Поэтому, например, подав сотну раздел имущества, я просто решила использовать вот маленький шанс какой-то, чтобы потом мне не корить себя в жизни, что я не использовала шанс. Например, о том, чтобы как-то реализовать свое право. В конце концов, когда, например, я знаю, он уже и от элементов скрывается, уклоняется. Что дальше-то, как с детьми-то, бы дети-то растут. Надо как-то думать. Еще раз говорю, что я пока здорова, пока работаю, пока есть силы, возможности. Любой день может и здоровье подслабить, и все, что угодно, все в нашей жизни бывает. Поэтому какую-то основу жизненную задумывается над этим. Я вообще в таком положении сейчас нахожусь. Может, другой человек на моем месте бы мог бы ежедневно бояться за свою жизнь и здоровье. Но, слава Богу, я шизофронией не страдаю, не оглядываюсь, не посматриваю. Но если бы я не обладала такой стойкой психикой, в принципе, я нахожусь в таком нестойком положении в плане того, что угрозы на моей жизнью и здоровье существуют. Вот. Знаете, после этого разговора, так называемого, меня просто наехала машина сзади, как стукнула, и пронесла меня аж 10 метров вперед. Я ничего не связываю, я ничего не связываю, это дело другое. Там вроде обычный человек сидел за рулем и так далее. Но все равно логическая цепочка вытекает. Я уже говорила, что Бортвилл работал не один, он противопоставил свою общину приближенных людей, это человек 30-40, а как он сказал, самый слой, я всем людям буду говорить, что ты сволочь, да? Он противоставил мусульманскую общественность против меня одной. Что ожидать от этих людей, я не знаю. А вы знаете, это люди восточные, горячие, они много говорить не будут или писать письма там куда-то еще. Вы знаете, что всякое может быть. Поэтому, в принципе, до сих пор я уже и к участковому обращалась после этой записи, побежала к участковому заявлению. Он написал, что я боюсь за свою жизнь и здоровье, и жизнь здоровья своих детей. Он мне сказал, нужно ли вам убежище. И он мне участковый предлагал, потому что дело о разделе имущества еще идет, там, как бы эти деньги, денежный вопрос ставил. А это болезненный вопрос для Бортвилла. Он мне просто предложил, вы не хотите ли на некоторое время переехать на квартиру, которую мы можем предоставить с детьми. Четко мне сказал. Я говорю, да нет, спасибо, я как бы не из трусливых, буду жить дальше. Ну, спасибо. Он говорит, если что, любые, любые еще какие-то повадки такого с этой стороны, сразу мне позвонить и дал свой личный сотовый. А, кстати, было уже, было такое, когда он опять после этого разговора, опять меня оскорбил, уже при людях устно. Там были эти прихожане его приближенные. Он меня просто выгнал из этого дома. Когда он забрал детей, без моего, кстати, спроса, я прибежала забрать ребенка домой. Вот, он увидел меня и начал меня выгонять, оскорбляя, выкрикивая меня, чтобы я убиралась с этого дома. Как он называет, мечеть, которая открыта для всех. А меня выгонял оттуда с таким криком, что люди собрались, человек там 15 стояло, 10-15. Глаза раскрыты, но все его поддерживают. Потому что он всегда выставляет, что я сволочь, я плохая, покушаюсь на эту мечеть. Но когда из разговора видно и слышно было, он говорит, я как жил там, так и буду жить. Это никуда, все равно как бы половина моя, я там и буду жить. А вот ты претендуешь, типа, вот на этот этаж, где мечеть. Вот так преподносит наш муфте информацию. А то, что его комнаты разделить там, например, со мной, если уж конкретно идет разговор о разделе, об этом он даже не заикает, преподнеся все в своем выгодном для него свете. Поэтому, так, такая сложившаяся обстановка. Но у вас есть основания бояться реально? Конечно, потому что угрозы были, когда он сходку собрал. Он собрал своих прихожан, человек 30 мужиков собрались. Чеченцы, там, арабы. Сидели, некоторые из них, человек 3, 4, 5, выкрикивали, выскакивали с места. Топали ногами, махали руками, орали на меня. Позволяли себе совершенно чужие люди меня оскорблять и вот так и угрожать. Как ты посмела заявление написать по поводу, это наш муфте, он глава мусульман. Ты не смеешь его трогать ни в каких государственных структурах. А до этого, 9 февраля, они вынесли решение. Собралось состояние ревизионной комиссии, так называемой, настоящей из чеченцев. Который созвал Бартвилл и сказал выгнать ее из членов общины. Потому что она на меня подала в суд, тогда на алименты еще. И там написано черным по белому. Запретить Хатиме Вебер, вот мне Виктория Вебер, всякое упоминание в плохом свете о муфте. Даже лично, вообще ни с кем-либо. Запретили мне вот таким одним розчерком. И возложить обязанность вот этого, вот это постановление, этого решения. И написали фамилии трех чеченцев. Вот как это понять, возложить обязанность на трех чеченцев, чтобы выполнялось это решение их ревизионной комиссии. Чем должна заниматься ревизионная комиссия, уж не будем мы говорить. И они ставили вопрос о моем исключении. И я более чем сто процентов уверена, они уже меня исключили. Это все делается за спиной человека. Сели, проголосовали. Три-четыре человека, пять человек. И сказали, что она негодна в члены общины. Почему? Против муфтия пошла. Я говорю, так что же мне делать, если муфтий оказался отцом моих детей, он что, уже не человек, он уже не отец и не мужчина? В этом плане, это наоборот двойная, тройная, десятерная обязанность. Этот сан наложенный на себя, иметь ответственность и вести себя хорошо по отношению к своей бывшей семье. Наоборот, это должно, так я понимаю. Я не знаю, как это еще понимается. Когда я объясняла этой ревизионной комиссии, ну что, я виновата, что отец моих детей муфтием. Ну вот он муфтий, и что мне теперь? Я говорю, если бы ты был отец, или вы были бы отцом моих детей, я бы к вам претензию имела, предъяву. Алименты, плати, дорогой. Детей-то кормить надо или что? Ну что делать, если он муфтий? Наоборот, это на него смотрите, ему кричите, ему орите. Эй, ты, отец, что делаешь? Поддерживать детей? Чего вы на меня смотрят все? Десять, двадцать, пятнадцать, тридцать пар глаз на меня смотрят и требуют отчета. Что я просто потому, что женщина? Тут у меня нет вопросов, понятно. Или как в Чечне, чеченец рассуждает, ты же женщина, да, типа второго сорта. О, как было бы хорошо, конечно, как у нас в Чечне вот эта традиция такая хорошая есть, забирать детей у матери и не дать ей даже взглянуть на детей всю свою оставшуюся жизнь. Вот такие чеченские традиции, которые я плюну с высокой колокольни на всю эту, на эту чеченскую традицию. Когда я смотрю слезы матерей, недавно я увидела Чеченку, мою женщину, давнюю подругу, которая развелась с мужем и забрал он детей у нее четверых. Но одна старшая дочка замуж вышла, троих маленьких детей и не дает даже права взглянуть на них, на этих детей. Она без платка не ходит, она здесь приехала к сестрам и вот слезы утирает, где бы ни была. Мы встретились в больнице, она с братом пришла, она достает этот мокрый платок и вытирает слезы. Так она скучает под детей. Я же знаю, как она любит детей. Я говорю, давай воевать, давай как-то писать, что ли, бороться. Давай, я чем могу, помогу. Я-то борюсь, смотри, бегаю по всем инстанциям. Я говорю, не могу, у нас чеченские традиции такие, я буду оплеванная, обхарканная, что я плохая женщина. Живет одна. И замуж не может выйти, потому что проклятая будет теми же своими земляками. Не дай Бог замуж выйти. Да еще и детей не может посмотреть даже. Не говоря уж, сколько она вложила сил в их дом, где он живет, сколько она там работала. Сколько передач она ему носила, когда ее муж проворовался, естественно. Там в тюрьме сидел несколько лет, когда она передачи носила, мужа вытаскивал оттуда. Проворовавшийся там какой-то. Продолжение следует...